С обзором основных событий информационный выпуск Вести Дагестан. Сегодня 26 января, вторник. В студии Мара Багирова. Доброе утро. Председатель правительства Дагестана Бусамат Гамидов в очередной раз проинспектировал готовность завода по производству напольной плитки и керамического гранита Мараби в Кумтаргалинском районе. В настоящее время на заводе осуществляется монтаж и наладка технологического оборудования. По мере решения организационных и маркетинговых задач предприятие практически будет готово к запуску в конце текущего квартала. Премьер-министр выразил удовлетворенность по поводу того, что реализация мер по подведению к объекту необходимых коммуникаций полностью завершена. Многочисленные случаи заболевания гриппом и ОРВИ по-прежнему беспокоят врачей. О клинике и мерах профилактики интервью нашего корреспондента с заведующим отделением Республиканского центра медицинской профилактики Гульнара Ироджамовой. Заболевание начинается внезапно и появляется озноб температуры с высокой температурой до 38-40 градусов поднимается. Больной жалуется на сильную головную боль и движение глазными яблоками, ломотой во всем теле, разбитость, заложенность, бессонтельная раздражительность, иногда рвота, обморочное состояние, бред, даже судороги у некоторых пациентов наблюдается. Удача – это больной гриппом человек. С первых часов заболевание является источником инфекции. Также воздушно-капельным путем при кашле, чихании, разговоре из носоглотки больной или вирусу носителя выбрасываются частицы слюны, слизи, мокроты, заболезнотворные микрофлоры. Также через предметы обихода – полотенца, носовые платки, посуды. Но если есть первые симптомы, обязательно нужно вызвать врача, сами лечением не заниматься. До прихода врача можно теплое питье, там мы все знаем, что там малины. В Махачкале в Республиканском доме поэзии состоялась акция памяти «Помните, пожалуйста, помните», посвященная трагическим событиям в Кизляре в 1996 году, на которые были приглашены воспитанники 1-го дагестанского кадетского корпуса имени генерала-полковника Трошева, а также ученики махачкалинских школ и студенты. Это был вечер воспоминаний тех людей, которые волей случая или в силу профессиональной необходимости видели все ужасы тех дней своими глазами и принимали в них участие. На вечере выступили поэты со стихами, написанными под впечатлением тех дней, а также вокальная группа Государственного хора Республики и хор Школы искусств Мурада Кожлаева для одаренных детей. Очередное мероприятие, посвященное 20-летию трагических событий в Кизляре и селе Первомайское, пройдет сегодня в Махачкале. В национальной библиотеке состоится открытие республиканской выставки детского рисунка «С чего начинается Родина». Что имеем не храним, потерявши плачем. В такой ситуации оказалась семья Али в из Ахвакского района. Шесть лет назад в поисках лучшей, как им казалось, жизни семья переехала в Махачкалу. За это время единственное, чем успели разжиться, это ржавый вагончик. Ни работы, ни жилья, а в перспективы и дети без образования. О ситуации Наталья Черных. Вместо стекол на окнах полиэтиленовая пленка, потолок и стены из кровельной жести. Три крохотных комнаты, одна из которых, не желая, заставлены гниющим хламом. Отапливает ржавый вагончик, печка-буржуйка. На ней же готовят пищу. В таких условиях Даут и Айшат Алиевы вместе с тремя маленькими детьми на окраине дачного поселка Кривая Балка живут уже около года. И, как признаются сами, поправить положение не позволяет отсутствия работы. Води нету здесь, таска трудная води тоже. Ход на это, мне деньги уходят на воду тоже, мне копейки не остаются. Ход что-нибудь с водой и газом тоже проблемы мне. Газа тоже нету. Шесть лет назад они приехали в Махачкалу из Ахвакского района в поисках лучшей жизни. Здесь же родился старший сын Хаджи. Из всех детей он единственный говорит по-русски. Этой осенью мальчик должен пойти в школу, но если ситуация не изменится, то с образованием придется повременить. Все родственники здесь сюда приехали, здесь жить с начальными. Еще у селения он не хочет туда поехать, там никого нет. Уже во время съемки сюжета в Кривую Балку приезжают неравнодушные люди из разных уголков республики. Увидев историю семьи в интернете, они привозят кто что может. Муку, картошку, мясо, фрукты и одежду. Дают деньги и предлагают снять пригодное для жизни жилье в городе. В район Алиева возвращаться не хотят. А вместе с тем у благотворителей возникает множество вопросов. Будут ли использованы их средства по назначению и займутся ли семьей социальные службы, без которых здесь явно не обойтись. И главный вопрос, какая была необходимость бросать насиженное место в селе, где можно завести хоть какое-то хозяйство и обрекать себя и детей на нищету. К другим темам. Как сохранить себя от повреждений и травм. Как правильно подходить к тренировкам. Об этом спортивный врач, терапевт, кардиолог, тренер-педагог высшей категории, кандидат медицинских наук Тагир Ибрагимов. Спортивной медицины в Дагестане так такое можно сказать, что нет. Но хочу дать конкретное такое определение спортивной медицины. Спортивная медицина специфическая часть клинической медицины, которая отвечает медико-биологическую подготовку спортсмена и участие его в соревнованиях. Главная цель спортивной медицины это сохранение здоровья здорового человека. То есть имеется ввиду спортсмена, который занимается большим спортом. Но задач очень много. Первая задача спортивной медицины это допуск к занятиям спортом. И потом допуск к соревнованиям. Это очень важные факторы. Второе. Определение состояния здоровья спортсмена. То есть его функциональное состояние. То есть имеется ввиду сердечно-сосудистая система. Потом идет профилактика лечения травм. Реабилитация этого травматического состояния. Разные заболевания, как и обычный человек и спортсмен болеет. У него особенности этого заболевания выражены. И не всегда нормальный врач, не имеющий отношения к физической культуре и спорту, не понимает течение этой болезни. И конечно же организация самих соревнований. Оказание экстремной медицинской помощи во время соревнований. И очень важная тема это фармакологическая поддержка. То есть восстановление после таких тренировок иногда непосильных. И конечно допинг-контроль. Вот основная функция, будем говорить, спортивной медицины. Я должен вам сказать, что основоположником спортивной медицины у нас, бессомненно, можно сказать, это заведующий кафедрой, кандидат в медицинскую науку по спортивной травме. Это Хасрат Магомедов, мастер спорта международного класса. Многократный чемпион Алиалийского турнира и турнира медведей по вольной борьбе. И я еще должен подчеркнуть, он, когда была матчевая встреча, международный турнир Тибилийский, он единственный, который выиграл у американца олимпийского чемпиона Петерсона. А Хасрат Магомедов в то время был просто мастер спорта, а это очень именитые люди. Вот такой человек возглавляет кафедру спортивной медицины, но должен сказать, что он обучался у выдающихся учителей Зои Сергеевна Миронова. Это академик, человек, который прошла травму, сама делала эту операцию. И Миронов Сергей, руководитель Кремлевской больницы, которой лечатся наши президенты. Он прошел школу спортивной травмы, он возвратился сюда. Ему удалось, благодаря ректору Аркадию Михайловичу, который в то время возглавлял наше ДГМА, конечно же, он обращался и правительству, и правительству помог впервые в Северном Кавказе сделать кафедры спортивной медицины. Конечно же, мы хотели на этом кафедре сделать факультет спортивной медицины на базе кафедры. Главное, что хотели помочь нам, выдающиеся люди, они хотели даже сделать центр как филиал от их центра. И финансово не было проблем, не было проблем и аппаратуры высокого уровня. К сожалению, после того, как ушел Аркадий Михайлович, пришел другой ректор, и это все осталось на бумаге. Что я хотел бы подчеркнуть. Вот есть такие данные, что Дагестан – это огромная спортивная держава, маленькая горная страна. Обратите внимание, что мы занимаем по количеству заявленных медалей в чемпионатах мира, олимпийских, 27 место мира. У нас нет надлежащего медицинского, педагогического контроля. Они сами по себе, их отчимы. Практически спортивные врачи, их несколько человек. То есть спортивные называются врачи, которые как бы находятся вместе со спортсменом на сборах. Нам нужна сейчас медицина для большого спорта. Новости культуры Ансамбль танца «Дети Кавказа» из Мкачкалы принимает участие в финале чемпионата России по народным танцам в Москве. Отметим, что в прошлом году во всех девяти федеральных округах России проходили отборочные этапы чемпионата, в которых приняли участие более 200 хореографических коллективов из 102 населенных пунктов страны. В финальной стадии чемпионата выступают более 40 лучших коллективов. Известные дагестанские футболисты накануне сыграли товарищеский матч на стадионе «Труд». Главный организатор, президент футбольного клуба «Легион» Шамиль Лехиялов сообщил, что поединок ни к каким датам не приурочен. Сейчас у футболистов отпуски и местные ребята проводят их дома. Вот мы и решили увидеться, сыграть, пообщаться, отметил он. И о погоде. По сообщению Дагестанского гидромедцентра, сегодня по районам республики ожидается. Местами снег, на дорогах Гололедица, снежный накат. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. По Приморским районам местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха 0,5 мороза. На севере республики до минус 8. По горным районам 3-8 градусов мороза. В Сунтинском районе и на Бештинском участке лавиноопасно. В Сумадинском и Рутульском районах слабая лавиноопасность. В Махачкале ожидается небольшой снег, на дорогах Гололедица. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха 3-5 градусов мороза. Температура воды в море 3 градуса. Вы слушали информационный выпуск Вести Дагестан.